Предновогодний сезон – самое активное и насыщенное время для предпринимателей. Для многих из них зимний период является наиболее прибыльным, а потому каждый старается удивить чем-то необычным и интересным. Новогодняя ярмарка на Гоголе в этом году радует не только разнообразным ассортиментом, но и антуражем. Симпатичные домики, в которых идет торговля, удачно вписались в интерьер. Много людей бывает такое, что еле домой идешь. Да, да, довольно-таки. Начало месяца было, конечно, раскачивались люди, а сейчас середина месяца, и будем надеяться, что до конца месяца будут хорошие прибыли, выручки. Новогодние павильоны-домики сделали атмосферу на Гоголе по-настоящему сказочной. С яркими огоньками и подсветкой улица заиграла по-новому. Дополняют образ многочисленные талисманы года. Яркие образы Деда Мороза, снегурочек, переливающиеся шары и мишура – все это словно зазывает покупателей заглянуть на красочную распродажу. Вот решили с нуля начать, да, затариваемся каждый год. Ну вот, как вам вообще такое оформление, как в этом году вы придумывали? Очень красиво, очень здорово. Новогодняя ярмарка в этом году действительно получилась. За время работы она успела стать излюбленным местом для прогулок, горожан и туристов. В этом году в городе Бресте предновогодняя торговля работает в несколько вином формате. Прошлый год был такой, скажем, тестовый. На площади Ленина мы открыли новогодние ярмарки в формате деревянных домиков. Это очень себя хорошо зарекомендовало и в преддверии тысячелетия. Очень город много посещает туристов, очень были положительные отзывы и от самих горожан. И мы, скажем, приняли решение перейти на такой же формат на улице Гоголя. Свой вклад в подготовку празднования Нового года Рождества вносят ремесленники. Традиционно они стали главной достопримечательностью в торговом комплексе «Дидас Персия». Декупаж, работа с бисером и кожей, лентами и даже сладостями. Этими техниками многим другим могли познакомиться гости творческого праздника, заглянув на третий этаж. Большая распродажа в очередной раз показала, насколько талантливы берестейцы и как им хочется делиться своим творчеством с другими. Наверное, это самое любимое у всех, именно предновогоднее, потому что уже такое настроение волшебства, праздника. Для нас вообще для всех это корпоратив. Пообщаться, повидаться, перенять какие-то идеи друг у друга, подпитаться вдохновением. На выставке я сегодня представляю в основном декор баночек и ложечек полимерной глиной. Это все несъедобно, хотя многие считают, что очень аппетитно. Новогодняя тематика тоже есть, потому что скоро праздник. Есть готовые варианты подарков. Ярмарка проходит уже не первый год и, как всегда, имеет в своей основе благотворительную составляющую. Собранные здесь денежные средства пойдут на лечение тяжело больным детям. Следующее мероприятие пройдет в ближайшие выходные 22-23 декабря. Все средства, которые мы собираем, они идут на помощь грецкому благотворительному обществу «Сердце детям», а также на лечение мальчика с аутизмом Маркова Максима. В этот раз в ярмарке принимают участие более 50 мастеров. Представлены самые разные техники. Традиционно это новогодние пряники, несколько мастеров их представляют. Также это различные сувениры, открытки, украшения, новогодний декор. То есть, перечислить все невозможно.